Движение на федеральной трассе полностью заблокировано. По сценарию учения на улице лютый мороз и сильнейший снегопад. Из-за таких неблагоприятных погодных условий и произошла крупная авария. В снежном плену оказались 100 автомобилей и около 200 человек. На помощь оперативно выехали все экстренные службы. Из покорежной легковушки нужно незамедлительно извлечь пострадавших. Машина серьезно повреждена, поэтому для спасения пострадавших сотрудникам МЧС пришлось использовать тяжелую артиллерию – гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Травмированных мужчин извлекают из автомобиля и передают медикам. В рамках проведенных учений было отработано тушение розлива ЛВЖ, а также предотвращение распространения огня на пострадавшие машины. Во время заторов на федеральных трассах сотрудники МЧС организуют вот такие пункты обогрева. Здесь можно согреться, переждать непогоду и выпить горячего чая. В ведомстве отметили, все экстренные службы действовали слаженно и профессионально. Последствия ДТП ликвидировали в кратчайшие сроки, в результате чего были спасены условные пострадавшие. Сегодня можно сказать, что действительно цель учений достигнута. В этих учениях мы принимаем участие в рамках проводимых всероссийской тренировки по поручению президента. Основная цель – это отработка взаимодействия всех служб, которые связаны обеспечивать безопасность дорожного движения. Это и Государственная инспекция безопасности дорожного движения, это и федеральные трассы, которые должны следить за их состоянием уборки, ну и, соответственно, реагирование МЧС. Юлия Осабникова, Екатерина Федина, телеканал Первый областной.